здравствуйте друзья вечерний вопрос глубокий философский вечерний вопрос здравствуйте михаил у меня возникает такой парадокс чем больше я изучаю какую-то область тем больше осознаю как мало я в ней понимаю да да еще и новые пробелы появляются а дальше страдает самооценка понятно что все знать нельзя но хочется можно может нужно внести правила о необходимом и достаточном правила внести куда внести то как вы утихомирили это я кого-то утихомирил сейчас свой пытливый ум вот как я утихомирил свой пытливым это нужно сделать название видео как вы считаете это уже клиника как я утихомирил свой пытливый ум все расскажу ничего не утаю тут на самом деле друзья проблема очень и очень глубокая и серьезно дело в том что помимо того что один человек как-то больше об этом беспокоиться другой меньше есть совершенно объективные факторы которые влияют на на то как много человек знают своей области не вообще знают но относительно того что он мог бы знать относительно того что он чувствует себя как бы достаточно серьезно специалистом и т.д. дело в том что объем знаний накопленных человечеством так можно шаблоном таким мы скажем объем знаний накопленных человечеством растет с какой-то астрономической скоростью и если мы посмотрим например на ученых ну как ученых философов да там скажем даже не обязательно древности но ну даже средние века мы посмотрим скажем там были люди да они математику и физику как бы даже там и не разделялась там на математику и на физику то есть один тот же человек он знал ну ну если не все то но практически все что там он если мы даже вот пойдем там куда-нибудь я не знаю когда там прорывы начались ну в принципе уже с 18 века уже поперла как следует темпы темпы роста были уже достаточно серьезные и вот а что делать но человеческий мозг он как бы с одной стороны ограничен в способности воспринимать новую информацию это с одной стороны с другой стороны знание как бы инкапсулируется тоже вот допустим мы не учим сегодня мы скажем историю руси так как ее учили например во времена там ну я не знаю ивана грозного правда там такой-то князь и какой-то князь что он там как чего мы бы разве знаем все эти детали мы так говорим был там беларусь вот тех той эпохи там учебники истории может быть там пять страниц может сказать что мы толком то и не знаем это это тоже правда но что-то другое знаем что что-то уходит становится менее важным что-то более важно поэтому знание само по себе как так вот такими гранулами потребляется я помню разговор на эту тему лет 30 назад когда компьютеризация шагала по планете и в офисе где мы работали там было какое-то совместное предприятие и там были писишки и на них бегала такая экзотическая вещь как windows я боюсь соврать может быть 2.0 не помню номер и и вот мы там сидели и рассуждали на тему о том что если сегодня еще есть люди которые знают о компьютерах практически все вот сегодня знаю то еще немножко и это станет невозможным потому что значит хардверная часть развивается операционные системы развиваются приложения развиваются там еще что-то развивается и еще немножко вот еще буквально там 5-10 лет и людей которые знают все и могут оптимизировать на уровне системы да этих людей уже больше не останется станет более специализированное знание один там по вопросам безопасности другой там по сетевым вопросам 3 типа архитектурным и вот то есть каждый из этих областей развиваясь накапливает так много знания что один человек реально не может это охватить ну ну да но это но это же нормально так же и должно быть мы же сегодня не оперируем тем объемом знаний которым оперировали во времена там аристотеля если мы там говорим на этом ну хоть хотел сказать математике но аристотель это больше чем математика но не важно вот объем знаний это совершенно другой дать мы должны в чем-то специализироваться вы можете сказать да ну вот я специализируюсь и в моей собственной специализации оказывается что там еще так много всего так много всего а я вам добавлю что какой бы специализации ты не занимался ты все-таки должен видеть место этой специализации на картинке более общей соответственно связи твоей ниши в которой ты работаешь с другими нишами то есть скажем понимание да вот это big picture она же тоже кардинально влияет на то как ты работаешь своей смол пикчер если ты работаешь на смол пикчер без понимания big picture и что что-то там наработает поэтому это нормально то есть как бы то что это происходит это нормально и неизбежно то что человеку хочется знать больше и он как бы в претензии к себе что он не охватил больше чем он охватил это это тоже естественно вот но есть как бы какая-то точка в которой мы говорим мы говорим что ну вот вот это мы реально можем реально не то что мы хотим но вот реально вот это для нас реально вот это для нас может быть не очень реально зависимости от того где мы поставим эту планку реальности для себя реального мы можем оказаться деградирующими в своей профессии мы можем оказаться хорошо развивающимися в своей профессии мы можем сломаться и надорвать здоровье и как бы выпасть из жизни в целом то есть у нас кроме работы в этой жизни не останется ничего и таких людей очень много которые вообще уже жить перестали это они все время все их мысли все их мысли все их силы они уходят вот на это таких людей сейчас чудовищно много и это с одной стороны конечно обусловлено тем что жизнь позволяет человека вот так замкнуться и все остальное ему тут принесут там ему там тут ему постирают там ему сготовят здесь его развлекут и так далее да уже очень много стал людей одиноких как бы ему и семья толком многим не нужно и так далее и то есть как бы общество позволяет условия развитого общества позволяют уйти от такой зависимости но с другой стороны и сложнее работать так мало того а есть еще области очень динамичные вот если вы делаете если вы кулинар это одно но если вы допустим там войти технологиях работаете вам деваться некуда у вас все время что-то новое вы не можете остановиться другое дело что наступает некоторый уровень может быть насыщение то есть если вы в профессии относительно недавно или скажем этой специализации относительно недавно то вы захлебываетесь как бы в этой информации вам вам не хватает пропускной способности есть в психологии педагогической есть такой термин такое понятие зона ближайшего развития вот наш соотечественник такой выгодский был такой психолог вот он вел это понятие объяснил зона ближайшего развития вот сегодня вот это то что ты можешь сегодня познать ну в данном случае речь шла педагогической психологии речь шла о том что значит люди изучают что-то но но тем не менее вот сегодня ты это можешь познать когда ты познаешь больше у тебя эта зона сдвигается эта зона расширяется чем больше ты знаешь тем мощнее твоя зона ближайшего развития тем быстрее ты можешь не шагать развиваться и так далее поэтому люди которые уже очень хорошо стоят своей профессии они скажем тот же объем информации усваивают намного быстрее чем люди которые этот же самый объем информации будут усваивать намного дольше времени недавно в профессии у них зона ближайшего развития вот так я уже не говорю о том что помимо профессии и знания есть люди которые ну я не хочу сказать туго думы но они так эти обсасывают каждую детальку они они по-другому усваивают а есть такие которые как бы большую картинку схватывают и в детали не лезут вот есть такие интеграторы а есть такие наоборот значит там по каждой косточке пройдутся и идти и другие нужны и те и другие важны просто они по-разному это делают один более поверхностного вроде бы быстрее но на другой более глубокий и он вроде бы медленнее но есть задачи где нужна глубина а есть задачи где нужно вот интегрировать там разные куски не залезая в глубину значит как интегратор он лучше пойдет если видит общие вопросы а бывает не надо залезть детальку и ты полезешь детальку и там совершенно другой человек будет это делать лучше чем этот поэтому я бы сказал так вопрос очень понятный сам по себе и почему я вообще стал на эту тему говорить при всей казалось бы очевидности вот того обсуждения которое происходит потому что человек должен разобраться в себе каждый из нас каждый из нас в том смысле в каком он интересуется ну как сказать своим местом как когда в системе своим ростом своей перспективы и так далее каждый из нас должен себя сказать какой у него конкретный путь вот где у него сильная сторона где он может преуспеть а где его может быть лучше не влезать и не связываться потому что это будет низкая эффективность в расходе в расходовании его сил времени энергии так далее вот мы вспоминаем правило 2080 до что если ты правильно приоритизировал то что ты делаешь что двадцатью процентами усилий ты можешь получить 80 процентов результатов но есть же и обратная сторона этого если ты неправильно все делаешь то ты потратишь 80 процентов своих своих ресурсов на то чтобы получить только 20 процентов результатов если ты занимаешься не не тем и не так вот так так оно и произойдет а есть еще более жесткое правило правило 90 10 не 80 20 а 90 10 есть такие ситуации в которых за 10 процентов времени ресурсов других ты можешь получить 90 процентов результат поэтому это неплохо задуматься над этим и искать какой-то более оптимальный путь для себя где ты можешь быть более продуктивным и в принципе наше ну не то что даже благосостояние в том смысле что мы конечно что-то отдаем в общество и в этом смысле мы конечно хотим больше получать но мы понимаем что для того чтобы больше получать надо больше отдавать и вот это вот отдавание больше это не только вопрос того чтобы получать больше такое эгоистично но отдавание больше это еще и потребность для очень многих людей это потребность естественно быть эффективным быть продуктивным давать как можно больше при этом даже не думаю о том что тебе за это дадут вы некоторые очень так скрупулезно вот я это дал мне за это что будет скорее всего немного тебе будет потому что не так не так работает ты даешь по максимуму и получаешь то что то что тебе общество отдает и чем иск легче и искренне это отдаешь тем соответственно ты лучше получаешь как бы на уровне таком метафизическом что ли мы можем сказать что сверху человеку дается больше если он лучше отдает понимаете то есть дается не тому кто там хотел больше получить или там сидел и рассчитывал кому что за сколько он дал отдается больше тому кто лучше отдаст другим в обществе как бы в котором он живет лучше отдает больше получает чтобы отдавать больше то есть как бы такой вот метафизический закон поэтому это не только стремление там к выживанию к какому-то благосостоянию но этой но это и потребности естественная человеческая я не помню кто это энштейн по-моему боюсь соврать но вот когда что все главная потребность человека там в обществе это потребность давать обществу как можно больше не брать от общества как можно больше отдавать обществу как можно больше и через это он уже получает чем может получать материальных благах а может получать там в чем-то еще далеко не все что мы получаем от общества мы получаем именно в виде материального поэтому возвращаясь от темы такой сугубо философской к теме практической ну давайте раз я остановился я еще раз прочту вопрос а там еще есть как я утихомирил свой пытливый ум вот значит я на самом деле к себе в претензии если уж так сказать не не только вы к себе в претензии но я тоже вот другое дело что я как бы научился жить в реальном мире знаете я как-то много-много лет назад не помню где наткнулся на фразу в резюме там где сам море такое идет качество человека и там было написано ну для тестера да хотя это может относиться и программисту и может быть вообще к разным профессиям но там было конкретно резюме тестера программного обеспечения и там фраза звучала так перфекшенист хуха злёрнт how to survive in a real world понимаете и я эту фразу к себе отношу то есть я с одной стороны такой перфекционист с другой стороны я понимаю что я живу в реальном мире и в реальном мире ничто не perfect да ничто не идеально вот например вот как математика и физика да вот скажем в математике линия состоит из точек да вот прямая линия состоит из точек и это прямая линия уходит бесконечность но в реальной вот скажем физическом мире как бы бесконечности нет но есть там приближение какое-то но все-таки мы мы же тут вот в реальном мире живем таком он не бесконечный например линия не имеет толщины . не имеет размера но физическом же мире . имеет размер где где вы физическом мире видели что-то что не имеет размера знаете поэтому вот я живу в физическом мире нежели например математическом то есть я принимаю несовершенство свое и мира и жизни в целом и я говорю себе вот вот это несовершенство прекрасно так же как идеальный мир там тоже я не не парюсь и как бы в той мере в какой я отдаю то что я хочу отдать и она принимается и мне что-то за это возвращается и я чувствую эту отдачу я нахожусь в гармонии с самим собой в этом в этом смысле я доволен и у меня всегда есть такие когда-то конфликтинг проверить из да то есть у меня есть много приоритетов которые друг с другом соревнуются они вот чтобы сделать это или сделать то или сделать все у меня есть очень много дел которые я не могу сделать все сразу но вот вот не получается и что делать ну вот значит где-то сознанием где-то вот может быть чем-то более высоким чем сознание ты принимаешь такое решение делаешь это и или там немножко этого или немножко того и ты как-то расставляешь эти приоритеты распределяешь свои ресурсы и так далее и так далее и я научился себя не загонять в как бы сказать в проблемы здоровья то есть я сейчас не стану ничего такого делать чтобы надорваться чтобы крыш поехала чтобы там болезни каких-то себе заработать я уже заработал мне мне уже хватает то есть я как бы в этом направлении больше не исследую то есть я свои и так сказать уже взятки нахватал в этом смысле вот поэтому я пасую в этих вещах ягу я я пока я еще поживу вот вот собственно и все вот так я свой пытливый ум и что там не помню утихомирил ли что там с ним было застращал не знаю в общем друзья возвращаемся в реальный физический мир он прекрасен со всеми его ограничениями и со всеми теми возможностями которые он нам дает счастливо